Война за микрочипы. Как она может изменить мировой порядок? Наш эксклюзивный репортаж из Тайваня, ведущего производителя микросхем. Это действительно тайваньское чудо. Почему для США и Китая важен контроль над тайваньскими технологиями? Как Россия, несмотря на санкции, получает импортные компоненты для своего оружия? Запретить все не так просто. Они делают огромные заказы. И когда лавочка, наконец, закроется? Это штаб-квартира ведущего научного института Тайваня в Синчжу. И именно здесь скрыты тайны стремительного развития острова. Мы приоткроем занавес секретности и покажем вам уникальные детали разработок. Ощущение, что мы принеслись в будущее. Исследователи демонстрируют невероятные изобретения. От глазных капель, лечащих заболевания сетчатки глаза, до ошейников для домашних животных, которые могут выявлять заболевания и эмоциональное состояние питомцев. Робототехника с искусственным интеллектом, умный спорт, интерактивные развлечения – в основе всего этого полупроводники. И они определяют развитие не только бытовой электроники, но и оружия. Эти технологии так открыто не демонстрируют. Но именно за них идет напряженная борьба между сверхдержавами. Бизнесмены и политики называют микрочипы нефтью 21 века. И именно Тайвань производит более 60% всех чипов мира и 90% высокотехнологичных чипов. Причем почти все производство приходится на вот эту компанию. И тут кроется главная причина, почему на Тихоокеанский остров покушается КНР и почему его безопасность столь важна для Соединенных Штатов. Высокотехнологичное производство – основа тайваньской экономики. В 1987 году мы начали активное развитие собственной полупроводниковой промышленности. И она полагается на мощные национальные усилия, в том числе помощь и налоговые льготы для исследовательских лабораторий. Сейчас 40% экспорта Тайваня составляют полупроводники, 10% – продукты информационно-коммуникационных технологий. На микрочипы, сделанные на Тайване, охотится и Китай. Военные Поднебесной уже демонстрировали, как используют полупроводники последнего поколения для обучения боевого искусственного интеллекта. Конечно, охотится на чипы и Россия. Страна-агрессор уже два года скупает импортную электронику через свои фирмы-прокладки в третьих странах. Экономические показатели с 2021 года за 2022 год и 2023 год увеличились на 100, 200, 300%. Но мы не верим, что такие экономики, как, например, турецкая, армянская или казахская, столь стремительно взлетели в своем промышленном, причем высокотехнологичном производстве. Очевидно, что действует просто механизм уклонения от санкций. Ракеты, недавно ударившие по украинским городам, тоже имели импортные микросхемы. По информации Блумберга, за прошлый год Россия импортировала микрочипов, изготовленных в Соединенных Штатах и Евросоюзе, на миллиард долларов. Почему экспортеры не замечают схем и как ценные микрочипы, несмотря на санкции, просачиваются через границы? Об этом беседуем с тайваньским профессором Международного колледжа полупроводниковых технологий. Правительство Тайваня пытается запретить это, но вы должны предотвратить продажи по всем каналам. Я считаю, что Тайвань хорошо справляется с контролем, но Россия может действовать через другие страны. К тому же некоторые чипы можно использовать в гражданских целях как технологии двойного назначения. Так что запретить все не так просто. Но мы правда стараемся. И Тайваню удается. На далеком от Украины острове показали, что при желании обход санкций можно выявить и преодолеть. Именно Тайвань демонстрирует пример, как нужно бороться фактически с этим теневым реэкспортом. Потому что, несмотря на то, что это мировое сердце по изготовлению микрочипов и другой сложной электроники, доля именно тайваньской продукции в российском оружии очень мала. 2%. Это из того, что обнаружено в настоящее время. То есть там примерно 67 до 70 компонентов. Сравним это с американской более 2000. Более 100 компонентов Германия, Швейцария, Япония. Кремль готов платить безумные деньги за импортную электронику. Ведь на собственной производить высокоточные ракеты и умные машины не сможет. Их чипы отстают на десятилетия. Как в гражданской, так и в военной сферах. Это хорошо видно по передовым новинкам, которые даже сами россияне высмеивают. Яркий пример того, на что способна федерация – история с Эльбрусом, производителем российских процессоров. Раньше изготовлением на заказ занималась та же тайваньская ТСМС. Но из-за полномасштабного вторжения в Украину разорвало сотрудничество. И тут выяснилось, что без иностранных чипов промышленный гигант в кавычках, конечно, не способен производить процессоры. Что также, между прочим, отразилось на армии федерации. Они действительно не смогли полноценно воспроизвести то производство, которое имели в Тайване. И поэтому их распиаренный такой проект аналогов нет, что, мол, они могут организовать импортозамещение. Они имели на бумаге всю эту технологическую цепочку. А на самом деле это сложное производство. И они его, конечно, не в состоянии воссоздать в том виде, которое оно имело в Тайване. Вместе с тем, россияне пытаются перетянуть к себе передовое импортное оборудование и наладить собственное производство. Конечно, санкции должны исключить такой сценарий. Но по опыту с чипами, исключать его нельзя. Надежда только на затягивание поясов в очередном пакете санкций, который будет принят в следующем месяце. А тем временем сенсационная новость. Украина тоже готовится производить микрочипы для высокоточного вооружения. Речь идет о проектировании. У нас есть сильные стороны, поэтому это может быть успешным. Еще в начале 90-х годов Украина была крупнейшим производителем микроэлектроники. И у нас есть техническая база, у нас есть обучающая база. И наши украинские специалисты, работающие в других компаниях, по миру, производят полупроводники. Поэтому у нас есть базовые условия для того, чтобы мы были страной, интересной для иностранных инвесторов, которые строят производство. Озвучивались даже объемы в 50 тысяч микросхем в месяц, что, по словам наших чиновников, может закрыть внутреннюю потребность. Впрочем, пока эта перспектива далека. В то время как Тайвань, несмотря на напряжение с Китаем, остается ключевым игроком полупроводниковой отрасли. За его специалистами охотятся передовые компании мира. И у него есть чему поучиться и нам. Из Тайваня. Алла Чиш. Специально для марафона на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова